Генеральный партнер программы – компания «Горгазсервис». Уже поступили первые заявки на участие в конкурсе программы «Удачи на даче». Сегодня мы находимся в гостях у семьи Соколовых. Оценивать участок будем по нескольким критериям. Состояние цветника, ухоженность и разнообразие саженцев, а также ландшафтный дизайн. Поехали! У Зои Соколовой, как, наверное, и у многих дачников, есть теплица с томатами, огурцами, перцем, а также плантации картофеля. Цветник, за которым ухаживает вся семья, радует глаз, но недолго. Хозяйка дачи любит пионы, а они, как известно, быстро отцветают. Ароматные и пышные цветы дополняют простые ромашки и колокольчики. У них пионов еще, которые остались, пышные, ароматные. Белые вот, один куст, правда, белый, остальные вот. А вообще, в целом, восемь кустов по всему участку. Это ваши любимые цветы? Ну, не до такой степени, вот, любимые, но они самые ранние души радуют. Еще цветов нет, еще огород такой, что яблони отцвели, и эти начинают цвести. Вот эта травка очень интересная. Видите, у меня по всему дереву, по огороду. Угу. Вот эта трава, декоративная трава. Вот эта каллы, зимой я их выкапываю домой, они у меня всю зиму цветут, всю зиму. Весной привожу сюда и тут сажу. Цветы красивые, белоснежные. Да. В жаркую погоду домочадцам есть где укрыться от палящего солнца. На участке возвышаются три яблони разных возрастов. К ним примыкает и королева фруктов груша. Груша не вяжет. Груша сочная, сладкая. В саду у соколовых есть два сливовых деревца. На одном из них уже есть плоды, другое дачница пытается реанимировать. Вроде бы опрыскивали, все, но все равно где-то что-то мы упустили. Ягод на участке тоже хватает. Шесть кустов вишни, ремонтантная малина, жимолость и самое любимое летнее лакомство – клубника. Как ухаживаете? Есть вообще спор, что нужно усики подстригать? Усы я уже обрезала два раза, потому что если усов много, ягоды не красные, усы все вседают. Мае, конечно, полностью надо все обрезать. Особая гордость Зои Соколовой – виноград сорта Изабелла. Каждый год хозяйка собирает много сочных и сладких ягод. Дачники настолько увлеклись работами на участке, что не осталось силы времени на ландшафтный дизайн. Однако кое-какие планы удалось осуществить. Как удачно гномика сюда крепили, да? Зимой у нас большая кормушка была, оттуда мы птицы. А это летний вариант, да? Да, это просто поставили, не знаем, что будет, не будут туда залетать. А так возле дома. Это у нас небольшая зона отдыха, потому что от солнца все равно нужно, да? Да. Основные идеи для украшения участка еще не реализованы. В будущем дачница планирует дополнить и огородить цветник, сменить шатер на резную деревянную беседку. Ну что же, как мы видим, большее внимание садоводы уделяют плодово-ягодным деревьям и кустарникам. Посмотрим, как оценит участок партнер конкурса компания «Сады за Уралье». Именно они будут выбирать, кому достанется главный приз конкурса. Пока не поздно и вам оставят заявки на участие в конкурсе. Всего лишь нужно позвонить по телефону 600 045. Спешите, я жду вашего звонка.